Пеногазоблок, это чё такое вообще? Штукатурка разорвёт стену. Здесь у нас продавец, видимо, техноблоков вот этих. Какого хрена? Мне слов нет, если честно, потому что... О чём молчит пеногазоблок? Так, по голосу я понял, тоже сразу x-полтора надо ставить. Остатки домов из пеноблока. Я не буду вам забивать мозги непонятными для простого обывателя терминами, типа автоклавирования, химической реакции... Стоп-стоп-стоп-стоп. О чём молчит пеногазоблок? Пеногазоблок, это чё такое вообще? Пенобетон, пеноблок. И газобетон, газоблок, это совершенно разные материалы, у них разные характеристики, разная технология производства. Они разные в эксплуатации, в строительстве. Зачем он соединил одно с другим, тут чё-то в скобочки какие-то вставил, непонятно. Недостатки домов из пеноблока. Я не буду вам забивать мозги непонятными для простого обывателя терминами, типа автоклавирования, химическая реакция алюминия с гидрооксидом кальция и прочими техническими терминами по производству пеногазобетона. Скажу только... Скорее всего, это такой, типа, тонкий намёк на то, что в газобетоне есть там алюминиевая пудра, это вредно. Я сразу говорю, за счёт автоклавирования и технологии производства, вся эта алюминиевая пудра, она реагирует, и там ничего не остаётся, никаких опасных вещей там нет. Это всё уже миллион раз изучено, пережёвано, доказано, вопрос не стоит открытый. Ну, 4 года назад, может быть, ещё кто-то задумывался об этом. Сейчас уже таких вопросов не возникает даже. Алюминия с гидрооксидом кальция и прочими техническими терминами по производству пеногазобетона. Скажу только то, что путешествие газобетона по миру началось с его изобретения ещё в 1920 году. И, безусловно, это отличный строительный материал, который мы видим не только на индустриальных площадках, но и в частном домостроении. По сути, люди научились вспенивать бетон до состояния, когда воздух может занимать до 80% объёма материала. Бетон твёрдый, и получилась твёрдая губка. В отличие от пенопластов и других вспененных материалов, которые по своей сути пластичны, и поэтому полученная из них губка может гнуться, губка из бетона просто ломается. Я не уверен, что то, что он сейчас показывает, это вообще газобетон, хотя вполне может быть, но, как по мне, это, наверное, что-то типа силикатного кирпича и шубы огромные. Короче, не уверен, что это газобетон. Ну да ладно. Из бетона просто ломается, но зато она гораздо дешевле своих пластичных сестёр. Материалу сразу нашлось место строить... Не согласен. Сейчас газобетон, мне кажется, стоит дороже, чем тот же самый ППС, который нужно фасады утеплять под мокрый фасад. Я думаю, что если у нас газобетон стоит там 7900, то, наверное, ППС это стоит 1600. Ну так, на скидку. Короче, он не дороже. Огромный пористый кирпич сразу захотели применить в утепление, что и правильно. Но применять его только для утепления оказалось невыгодно, поскольку материал очень хрупкий и буквально ломается в руках. А если повысить его плотность, то несущие способности возрастут, но с той же скоростью упадут тепловые. Смотрите фильм «Чем и как утеплять дом». Бетон стали вспенивать по-разному. Сейчас в ходу плотность от 250 кг на метр кубический. Блин, конечно, вот эти параметры, которые он здесь прописывает. Что-то крепость была, сейчас тепло и хлипко. Что за хлипко? Дешевый вариант. До 600 кг на метр кубический. Вариант самый крепкий и холодный. А теперь сравним с пенопластом, где плотность всего от 10 до 45 кг на метр кубический. То есть в десятки раз меньше, чем у его приятного плота. Для фасада надо использовать ППС-16Ф. У него плотность 16 кг на куб. Плотность всего от 10 до 45 кг на метр кубический. То есть в десятки раз меньше, чем у его приятеля пенобетона. Разумеется, утеплять пенопластом гораздо эффективнее. Здесь пеноблок проиграл. Но не сущий. Ну, в целом эффективнее, да. Рациональнее сейчас утепляться ППС-ом и ППС-ом каменной ватой, чем газобетоном. Скорее всего, он прав. Но при чем здесь плотность? Не понял. Это способностей у пеноблока больше, скажет обыватель. Да, больше, чем у пенопласта. Но дело в том, что при строительстве не то чтобы бетон не вспенивают, его даже уплотняют. Хотя и этого для несущих способностей стен маловато. Бетон не только уплотняют, но и вдобавок армируют. И вот теперь самое интересное. Армирование пенобетона. Не буду занимать ваше время долго. Так, стоп. Действительно, бетон уплотняют. Любые монолитные работы, они должны производиться с вибратором. Бетонная смесь должна уплотняться, пузырики воздуха должны выходить. Это нужно для набора необходимой марочной прочности бетона. Если вы не будете вибрировать, скорее всего, вы не доберете до заявленных производителем параметров. Причем здесь газобетон, его уплотнять не надо. Он пористый. Да, согласен. Отчасти губкой это можно назвать хорошо. Пусть будет такой обывательский термин, довольно-таки. Но надо же говорить в рамках конкретных характеристик. Прочность, опять же, все упирается в прочность. Мы с вами поняли, что прочности на сжатие предостаточно у газобетона. Для наших нужд. Да, вот мы сейчас говорим в рамках малоэтажного нашего строительства. Один-два этажа. Вполне себе можно строить, вообще не сильно переживая. Можно сделать монолитную стену, но можно, но это будет дороже. Для чего? Ее надо будет утеплять, короче, не особо эффективно. Сейчас посмотрим, что он там дальше сказал. Я уже чувствую прям вот на кончиках пальцев и в носу ощущаю запах того, что он сейчас скажет, что армировать газобетон не нужно, судя по тому, что я там видел. Бетон не только уплотняют, но и вдобавок армируют. И вот теперь самое интересное. Армирование пенобетона. Не буду занимать ваше время долгими объяснениями. Сразу скажу просто. Это косяк и халтура. Выкинутые деньги. Арматура в пеноблоке не сработает. Она просто скользнет. Конечно, она не сработает, если ты будешь делать так, как у тебя на картинке это сделано. У тебя просто в штрабе лежит арматура голая. И дальше уже какие-то блоки лежат. Как она будет работать? Просто лежа? Ну, конечно, нет. Если сделать нормально, так как мы в своем сериале объясняли, в сериале про строительство дома из газобетона, там есть отдельная серия про армирование. Если мы берем штрабу 25 на 25 миллиметров, если мы ее заполняем минеральным клеем, такая штраба, такая шпонка на длине участка 1 метр, на вырывание вот этой шпонки, выдергивание, она больше двух тонн воспринимает, если не ошибаюсь. О том, что он сейчас здесь дальше говорит, ну просто бред. Он там что-то уже я слышал, режет, не режет арматура этот газобетон. Что за прикол? Конечно, вот так не будет работать. У тебя арматура не может как-то сцепиться с этим газобетоном. Но за счет минерального клея или раствора, но на растворе надо побольше делать эту шпонку 40 на 40, потому что она хуже, скажем так, приклеивается к этому газобетону. Все будет работать отлично. Алтура. Выкинутые деньги. Арматура в пеноблоке не сработает. Она просто скользнет в полистом кирпиче, пропиливая хрупкую поверхность. Еще одно заблуждение. Пропиливая. Может быть, арматура у нас дома еще будет взламывать, и она будет вот как из предыдущего видоса, где мы там дверной проем выпиливали, этой арматурой делать лучше. Что за бред? При строительстве из пеноблока. Нужно носить меньше материала, так как пенобетон легкий. Давайте сравним толщину и крепость стены. Вот какой объем можно перенести для одной и той же стены. Как-то так. Тяжелый армированный бетон и пенобетон. Надеюсь, наглядно. Смотрите, на каких палочках может стоять дом в 20 этажей. Ах, да. Забыл про теплоизоляцию и облицовку. Как-то так. Ну и где? Где логистика? Объем меньше. А теперь за... Типа, перенос. Хорошо. Как-то под пропорциям не очень понятно. Сейчас, тут нет никаких размеров, но я просто хочу примерно прикинуть. Вот у него была стена из газобетона справа. Она у меня 8,5 см по толщине, без учета кирпича. 8,5 см, ну обычная толщина стены сейчас такая ходовая, это 400 мм. 400 мм делим на 8,5, получается 47. И посмотрим, что для газобетона, для монолита он тут использует. Тут 1,5 см у меня получается, то есть мы умножаем это на 1,5. И он здесь нам показывает стенку монолитную 70 мм. Я таких стенок в своей жизни не видел. Она у меня не такая большая эта жизнь. Возможно, мне где-то не хватает опыта. Я предполагаю, что мы нигде такую стенку тонкую монолитную не увидим. Потому что в 70 мм даже нельзя запихнуть два слоя армирования. Ну да ладно. Сейчас посмотрим, что дальше. Интересно, кстати, тут он ее утеплил, эту монолитную стенку, 0,6 мм. 0,6 мм. То есть он 28 мм утеплителя положил туда. И сразу вам скажу, по сопротивлению теплопередачи это не будет никаким эквивалентом. Мы с вами в подобном уже убеждались. Давайте сейчас еще раз убедимся. Смарт-кальк открываем. Берем бетоны. Бетоны на природных плотных дополнителях. Железобетон. Вот, отлично. 70 мм. Добавляем. Теплоризационные материалы, полимерные. Возьмем ППС. Даже вот ПСБ-25 это примерно ППС-16 будет. Ну, возможно, даже чуть меньше. Но, окей. Так, у нас там сколько получилось? 28 мм. Ну, 30 возьмем с запасом там на погрешность. 30 мм. Сопротивление теплопередачи 0,89. Открываем стену. 400 мм. С 400 мм газобетона до 400. 3,1. Сколько нам надо здесь утеплителя положить, чтобы получить такую же? Давайте примерно прикинем. Допустим, 150. Ну да, 150 уже переигрывает. 120. Нет. 130. Короче, 125. Примерно 125 мм утепления. И вот вы видите сразу в пропорциях, как выглядит эта утеплительница относительно этой стены, чтобы получить такое же сопротивление теплопередачи нашей конструкции. Ладно, смотрим дальше. Это мы поняли уже. Манипуляции с размерами. Для того, чтобы стены дома были маломальски теплыми и имели хоть какие-то несущие способности, хотя бы для деревянных перекрытий, они должны быть из пеноблока плотностью хотя бы в 450 кг на метр кубический и иметь толщину хотя бы 60 см. Что? 60 см вообще? Ты такая, блин, прям серьезная стена. Вот я таких стен тоже не видел на самом деле. Ну там 500 мм делали и видели, но 600 для газобетона? Не считая облицовки. Что остается от дома, если фундамент дома... Кстати, он тоже забыл вентозазор между газобетоном и кирпичом. И здесь бы у него было влагонакопление в стене. Не забывайте делать вентозор между газобетоном и кирпичной облицовкой. Ну хотя бы 60 см, не считая облицовки. Что остается от дома... Мне очень нравится из этого видоса то, как чел сам себя озвучил, сидя на диване. Это прикольно, потому что видно, что картинка со звуком не соответствует. Если фундамент дома 10 на 10, толстые 72 см стены облицовки... 72 см стены. Что за бред, блин? Где 72 см на стены? Влицовочные кирпичом внесут 26 м2. Отнимите площадь перегородок, обязательную котельную, лестницу на второй этаж и хотя бы 6-метровый санузел. Что останется для жизни на этаже? Ты вычел санузлы, там еще какие-то кладовые. Как это вообще связано с выбором материала? У тебя что на кирпиче, что на монолите, что на газобетоне должны брать площади такие же по помещениям. Почему ты это вычитаешь вообще из жизни? В 50? Упс. А тем временем над всем этим должна быть крыша. А ставить жирные и хрупкие стены придется на мощный фундамент, иначе стены сломает. Жирные и хрупкие стены надо ставить на мощный фундамент. Очередной. Какого хрена? Мне слов нет, если честно. Потому что с чего вы взяли, что на жирные стены надо будет мощный фундамент? Жирные они в каком плане? Они не тяжелые, они не большие нагрузки дают. Монолитная стена даст большие нагрузки. Они будут более точечные. Потому что площадь опирания стены, которую он там указал, получается на не 70 мм, если мы рассчитывали 400, стало 600, она в полтора раза больше, примерно там 100-110 мм. У этой стены площадь опирания на фундамент намного меньше, чем у 60-сантиметровой, которую он там выбрал. Давление посчитайте на эту плиту и после этого, ну например плиту, и заявляйте. Крыша, почему есть крыша вообще? Как поменяется крыша в зависимости от стен? Да никак, сразу скажу. Плюс газобетон там свешивается с фундамента, допускается, это монолит, ты не свесишь. Ну ты как бы сделаешь заподлиток с самим монолитным фундаментом. Газобетон ты свешиваешь, чтобы были теплые узлы примыкания, и это нормально. И стены, и фундамент, и крыша получатся больше. Стены, может быть, получатся больше, они получатся дешевле. Вот что нам важно, во-первых. Фундамент не получится больше, потому что я уже сказал, можно... Ну хотя, ладно, не будем лукавить, чуть-чуть больше, наверное, будет по площади. Но там разница будет вообще не такая, как он написал, там десятки квадратных метров. Крыша. Как крыша меняется в зависимости от стен? Да никак вообще. У тебя крыша, это вышележащая конструкция. Она от того, что ты заменишь стены, не поменяется фактически. Значит, и дороже. Странно, но то, что должно экономить деньги, начинает их уничтожать. Еще одна загвоздка. Впереди ремонт. Монолит штукатурит один раз гипсом и без сетки. Стены из пеноблока нуждаются в черновой штукатурке, а потом и в чистовой. Короче, то же самое. Что с кирпичом, что с монолитом. Скорее всего, штукатурить надо будет большим слоем, чем в случае с газобетонной кладкой. Потому что допуски на работы монолитные и кирпичные намного больше, чем по газобетону. Газобетонная стена намного ровнее в геометрии. В целом, ее можно вообще шкуркой перетереть, все вот эти локальные неровности убрать и перетянуть шпаклевкой. В теории так можно сделать, если нет каких-то эстетических супер. Я вот хочу, чтобы у меня все было просто 90 градусов каждый угол. Мне, например, пофиг. Потому что если у меня будет угол на 90 градусов, фундамент никакого шкафа, кухонного гарнитура, еще чего-то, да и пофигу. Вообще, я этого никогда не узнаю, никто этого не увидит. Стена, если надо, ну будет там 90 целых сколько-нибудь минут угол. И что? Иначе через... Так, стоп, стоп, стоп. Что он там написал? Ремонт. А стены и спиноблока нуждаются в черновой штукатурке, а потом и в чистовой. Иначе через пару лет... Сначала смесью М150, потом гипсом по сетке. Вот так делать точно не надо. Если вы будете газобетон штукатурить с какой-то штукатуркой, у которой будет прочность М150, скорее всего, у вас эта штукатурка через несколько лет отвалится. Потому что есть разные деформации у этих конструкций, у самой стены и у штукатурки. И важно, чтобы вот этот слой штукатурки, который он называет черновым, с маркой М150, он не был прочнее, чем стена. Иначе у нас это получится, что штукатурка разорвет стену, будет разность деформаций. И не штукатурка треснет, и мы эти трещины не увидим, потому что они спрятаны там за отделочным каким-то материалом или за армирующим слоем. А газобетонная стена треснет, и эта штукатурка рано или поздно кому-то на голову прилетит. Вот так вот делать точно не надо. У Глеба Грина, кстати, видос недавно выходил о том, что до сантиметра цементной штукатуркой еще можно отделывать внутри. Но больше уже не стоит, потому что прочность вот этого штукатурного слоя становится больше, чем прочность стены, и отрывает вместе с куском газобетона эту стену. Мы увидим трещины от усадки пенобетона. Нужно правильно строить, и на бетону нужен несущий каркас, и все будет в порядке. Помните, что дом не нужен, можно такой конструктив выбрать, но в 100% случаев и 100% не нужно. Мы строим наоборот. Большинство наших домов, они просто из газобетона, нету каких-то колонн монолитных. Вот этого каркаса, о котором он говорит, железобетонного, его нет. Можно сделать? Да, но это будет дороже, это будет сложнее, потому что штукатурить, опять же, стену, где идет газобетон, прерывается на колонну, опять газобетон, сложнее. Там надо больше сетки использовать, потому что все трещины не возникают вот на вот этих стыках разнородных материалов. Он подвержен мощнейшей механическим нагрузкам, да и сам дом себя раздавливает. Несчастная бетонная губка внизу вынуждена нести весь вес дома, плюс снеговые нагрузки и обреденение. Добавьте парусность стен и динамическое давление ветра. А еще нужно терпеть движение грунтов. Ее просто раздавить... Не надо терпеть движение грунтов. Грунты не должны в достаточных величинах двигаться. Все должно быть рассчитано, должны быть деформации допустимые для конкретного фундамента, конкретной кладки, конкретной крыши. Не надо, чтобы газобетон воспринимал движение грунтов. Что за бред? В стене поползут трещины от обваливающейся штукатурки и внутри, и снаружи дома. Строите правильно. Большая цена не гарантирует долговечность, а глупая экономия может обернуться через метр. Стоп, стоп, стоп. Так, что за картинки? Вот я тут вообще не понял, газобетон тут при чем? Эти две картинки, они показывают о том, что как раз таки фундамент хреново сделан. Тут просто какие-то дикие силовые трещины. Причем есть газобетон, тут и кирпич треснул, и все треснуло. Как это связано? Дальше фасад делали какие-то дебилы, напихали кусков газобетона. Как-то прилепили к нему кирпич, он отвалился. Причем есть газобетон вообще, ну как бы... Тут трещина вообще тоже непонятно, к чему она здесь отстреливает штукатурка на фасаде. Ну, делайте нормальные фасады правильно, а не так, как вот делают некоторые там. Не утепляйте фасад 20 миллиметрами ЭППСа, фасад из газобетона. Не надо штукатурить сначала цементным раствором с маркой М-150, и все будет хорошо. Ничего не отстрелит, никуда ничего не отвалится. Надо делать просто адекватно. Мерными тратами. Есть много замечательных материалов и технологий, важно правильно их применять. Как всегда, отвечу на жгущий вопрос зрителей. А как бы вы построили себе? Точно не так, и даже не так. Из своих потребностей о надежном, крепком и теплом доме я выбрал технологию облицовочная опалубка-техноблок. Короче, все понятно. Здесь у нас продавец, видимо, блоков, техноблоков вот этих. Тут из-за видосов, к сожалению, не видно, что они из себя представляют. Видимо, какая-то отделка, железобетон, ППС, какая-то вент-часть и какие-то еще там панели отделочные. Первый шорт у нас набрал всего 70 тысяч просмотров. Кстати, не так много. По-моему, у него на канале есть прям, которые залетели. Но в любом случае, тут он плодит ошибку, и лучше так не делать. Во втором видосе просмотров 60 тысяч, но это длинный видос и неэквивалентные просмотры. Тут реклама кирпича, и мы понимаем подоплеку. Далее у нас есть тоже 60 тысяч просмотров на длинном видосе. Такая же антиреклама газобетона. И в целом я предполагаю, что могут быть там какие-то противостояния разных лобби, кирпичного, газобетонного. Они могут сталкиваться, чтобы там занимать доли рынка. Идея ясна. Особенно на таких центральных каналах, там, я думаю, денег же иногда немало. Все, про этого чела молчим. Тут чел, который взламывает стену бензопилой или обычной ножовкой. Ну, тоже, в принципе, все понятно. Понятно, что этого никто не будет делать. И это просто чисто, чтобы хайпануть. Ну, и тут реклама техноблока. 1,6 миллионов просмотров. Достаточно серьезная получилась реклама. Интересно, сколько он заявок с этого получил. Короче, вот такие получились у нас видосы. Такой разбор. Если у вас есть интересные подобные материалы, скидывайте нам в комментарии, в телегу, куда угодно. Разберем, если это будет интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok